А. Выполнимо. Б. Приведет к каким-то видимым позитивным сдвигам. Вот в чем вопрос. Позволить все могут. Но вопрос в том, что есть еще и грабли. Они могут себе позволить за счет того, что сейчас в экономике у них все хорошо, инвестиционные доходы растут, дефицит текущего счета совсем на минимальных значениях. Я бы не сказал. Как раз таки дефицит текущих операций связан с внешнеторговым дефицитом. А внешнеторговый дефицит, извиняюсь на минуточку, ударил планку. Это дефицит бюджета 100 миллиардов долларов. А внешнеторговый дефицит уже тоже к 100 миллиардам долларов в месяц подбирается. Последнее значение было что-то около 80. Это наиболее существенный дефицит США со времен еще предклинтоновских. С чем это связано? Это связано с укреплением доллара. С тем, что доллар укрепляется. В результате Америка все меньше и меньше может себе позволить продать товаров за рубеж. Потому что для, скажем так, широкой аудитории, что у нас является сальдо внешнеторгового баланса. Это разница между тем, что вы продаете и тем, что вы покупаете. Раньше для Америки это вообще никогда не было проблемой. Поскольку Америка создана как модель консюмеристского общества. То есть общества потребления. И в обществе потребления априори баланс должен быть отрицательный. Вы со всего мира все покупаете и тратите. Тут такой баланс отрицательный. А платите напечатанным этим своим богатством. Да. Это была такая идеальная модель. Вы сами печатаете, сами покупаете, сами платите. И вроде все были счастливы, как говорится, happy. А ну вдруг пришел грозный Трамп и сказал, нет, мы наш, мы новый. Кто был ничем, тот станет всем. Что-то он в этом роде сказал. И в этой ситуации возникло болезненное ощущение вот этих вещей, как торговые сальдо. Может ли Америка быстро восстановить свою торговые сальдо и продавать за рубеж больше? Может. Потому что так всегда и было. В Америке всегда были самые качественные товары. В Америке безукоризненно работают инновационные технологии. Они доводятся венчурным капиталом сразу до полки магазина. Самый короткий период между изобретением и полкой магазина. Ни одна другая страна. Но при этом есть один маленький нюанс, она маленькая закавыка. Но же слабый доллар. Всегда, когда Америка улучшала свою сальдо внешнеторгового баланса, всегда в Америке был слабый доллар. Уж по крайней мере слабее, чем евро. Но то, что сейчас делает ФРС, финн регулятор, это как раз-таки прямо противоположное тому, что в общем хочет сделать Трамп. Поэтому, несмотря на то, что сейчас выбрали парламент, более разводненный демократами, и теперь Трамп не может сказать, слушайте, мне этот Пауэлл уже надоел, я его увольняю завтра. Как он сделал с Тилерсоном, со своим главой госдепа. Он уже так сделать не может, потому что тут же придут всякие Нэнси Пелоси и прочие, скажут, нет, вы так делать не будете, вы поставите на голосование, если мы проголосуем, тогда... Но конфликт-то он никуда не ушел. И постепенно Трамп понимает, что здесь есть очень серьезная проблема. То, что он... Смотрите, вот статистика. Значит, он ввел пошлины на айрон, на железо, из Евросоюза. 10 процентов. Насколько упал с начала... Это было где-то в начале года. Насколько упало евро с начала года по отношению к доллару? Почти на 10 процентов. Это что означает? Это означает, что то, что Трамп сделал для того, чтобы улучшить Outlook, улучшить перспективу американских производителей металла, оно тут же съело укреплением доллара. Это все равно... То же самое с юанем. То же самое с юанем. То есть пока это все будет, это будет все равно, что черпать воду из дырявой лодки. Яс... А почему же тогда он все пытается... Его возможности... Он завидует нашему политическому устройству. Реально завидует. Потому что у нас можно все делать. У нас всегда есть одна рука, которая владыка. А у него одна рука делает, а другая в обратном направлении гребет. Он ничего с этим сделать не может. Но он сейчас это черпывает интенсивно воду из дырявой лодки. Процесс очень увлекательный. И я скажу честно, я очень увлечен. Я смотрю и пытаюсь понять, чем это все закончится. Образ Владимирович чудесный, да, про вычеркнение этой воды. Действительно, да? Вопрос в том, если вообще не вычеркнуть воду из дырявой лодки, она аж потонет. Вот в чем проблема. Ну, где-то... Она очень, понимаете, водоизмещение у этой лодки. Или очень большое, поверьте. Она очень большое водоизмещение. Теоретически у нее ватерлиния, конечно, все время снижается. А почему Трамп искал, что надо что-то менять? Потому что все-таки ватерлиния, она постепенно меняется. Посмотрите долю, значит, Китая в мировой экономике, как она менялась. Она очень хорошая моделька в Фейсбуке гуляет. Как вот это вот... И быстро Китай... И видно было, что Трамп все это видит прекрасно. То есть он видит, что именно последний, вот после Обамы, после того, как начал ФРС печатать деньги, резко вдруг другие страны вырвались по темпам роста. И это действительно грозит доминированию США в общем, в мировой экономике. Нет, просто появление Трампа в Америке, это так же неизбежно было, как появление Горбачева в СССР. Ничего нельзя было сделать в существующей модели, если ее не менять. Мы с моими американскими друзьями до хрипоты в голосе обсуждаем. Потому что отец у меня, конечно, естественно, он либерал. Он считает, что это вообще большая трагедия, как Валерий Майманович говорит, что большая трагедия развала СССР. Он также говорит, что большая трагедия, что победил Трамп, а не Клинтон. Я ему говорю, отец, послушай, ну это был вопрос времени. Я просто как экономист, он не экономист, да, сразу говорю. Вот, я говорю, ну вопрос это в том, что, вот я вам показываю эту картинку, что ты попадаешь, я не буду на это смотреть. То есть у него свои какие-то вещи. Они там такие, Калифорния, Нью-Йорк, все эти прибрежные штаты, они смотрят и видят только то, что они хотят видеть и смотреть. То, что им не нравится, этого не существует, поймите. Нет, просто его нету. Есть в центре Америки огромное, разумеется. Вот это вот мне как раз всегда раздражало в них, потому что то, что ты не хочешь знать, видеть, его просто нет. Гипс там из Лос-Анджелеса, неинтересно, что там происходит в Техасе, естественно. Да, Евгений что-то хотел добавить. Поэтому, да, извиняюсь, что я такую тирану, но просто... Я не понял. Я несколько моментов хотел добавить тому, что сказал Володя. Первое. Я абсолютно с ним согласен, что трампономика, вот эта борьба и торговые войны, они в итоге приводят действительно к очень простым вещам, что с одной стороны одна рука делает, другая видит то, что меняется соотношение валюты. Это смешно как бы наблюдать было. И в действительности Трамп хочет вернуть производство в Америку. В принципе, он делает все правильно для Америки. Другое дело, что есть один очень долгосрочный эффект, который может очень сильно бить по всему тому, что он делает. Дело в том, что, смотрите, есть спасительные гавани в мире. Когда все плохо, куда мы бежим? В золото и в доллар. Да. Американский доллар. Доллар все больше и больше перестает быть средством расчетов, и все предпочитают в основном сегодня рассчитываться в еврованных валютах. Уже большие проблемы, это связано с комплаенсом, и они переборщили с фаткой. И любые сейчас транзакции в долларах тормозятся банками-корреспондентами. Да, это перебор. Корреспондентами. Ибо... Абсолютно перебор. Я вам больше того скажу. Один мой знакомый на днях переводил там небольшую сумму, относительно небольшую, своему сыну. Просто сыну переводил. 10 тысяч долларов и все. И уже начинается вопросник. Ну там же больше была сумма. И целые вот такой суммы. И сидишь, пишешь. Сыну нужны были деньги на завтра. Валютная дата была, я посмотрел, 8 ноября. Сын получил эти деньги 18-го. Вот. Почему? Потому что банки смотрели, изучали долговый платеж, а вдруг отец сыну просто подарок переводил деньги. Все. Ребят, американцы дошли до ручки в этом плане. Да, это... И вот обратите внимание, значит, доллар потихонечку просто становится не средством платежа. Потому что это бред. Но пока 90 или 80... Большинство из моих, там у нас глубина девальвации, все вот эти группы. Вообще люди там упороты, абсолютно верят в светлое будущее доллара. Вообще ничего не прорубляли. Но здесь действительно, правда, переборщили. Вот реально переборщили. Реально переборщили. Значит, смотрите. У денег есть несколько вообще-то функций. Средство платежа одно из них. Классика. Да, но... Классика, да. Коушен и фурье. Но есть и другие. Смотрите, пока 80% всех инвестиционных инструментов в мире в долларах, пока это самые ликвидные в мире инструменты в долларах, и самые доходные и понятные инструменты в долларах, мы можем трижды говорить о дедоларизации, ничего не изменится. Потому что держать мы свои кровные, свою пенсию, все равно предпочитаем в долларах. И это точка. Но что делает Трамп? Он разрушает веру в американский доллар. А на чем зиждется? Умышленно. Не умышленно. Нет, не умышленно. Ребята, Трамп работает на внутри американского избирателя. Его избрали, потому что он сказал, хватит, надо сделать Америку снова сильной. И он делает для этого то, что обещал, кстати, очень последовательно делает то, что еще границу покоя. Другое дело, что получается бред. Теперь, он этим закладывает мину под американский доллар и под доверие к Америке. Европейцы начинают говорить об европейской армии. Многие говорят о создании платежных систем помимо Америки. Ну, доигрались они тоже и с Фаткой, и с комплайнсом, еще раз говорю, со всем. Да, да, да. И многие очень серьезно пересматривают отношения к Америке как к нормальному, скажем, долгосрочному партнеру. Потому что партнер может изменить свои соотношения и свои, скажем так, обязательства в рамках торговых союзов, может изменить какие-то пошлины. Вот это очень серьезно. По сути своей, Трамп закладывает очень серьезную мину на будущее. И вы знаете, чем эта мина может быть чревата? И катаклизмами, и кризисами, и войнами. Ничего хорошего в этом нет. И войнами, потому что... И торговыми. Нет, горящими. Я объясню почему. Извините, я сейчас закончу. Дело в том, что мир у нас сегодня построен по принципу, что нам воевать никому не выгодно. Никому. И даже вот этот старый арабо-израильский конфликт, уже потихонечку все давно перетарговали друг другом. Уже израильтяне с теми же саудитами слились в экстазе, то есть эти обнимаются, целуются. Так же, как и с холодной мину, теми же с Иорданией, с Египтом. И все нормально. Уже все торгуют между собой. Эти войны никому нафиг не нужны. И вот, понимаете, мир каким-то образом переплетается, и Европа срастается и с Америкой, и с Россией все равно, и так далее, и так подобное. Миру не нужна вот это все. Перетряска, очень большая, экономики грозит перетрясками и новыми захватами территорий мира, экономического влияния. А это грозит, в свою очередь, геополитическими клеотоклизмами, понимаете? Поэтому то, что ребята начинают вот эти геополитические штуки, они могут закончиться чем-то очень нехорошим. Поэтому меня это больше волнует. я просто покажу с собой. Если можно, поделюсь, буквально, это вот продолжение будет тема. Есть, скажем так, популярная в узких кругах конспирологическая, как всегда, теория, что все-таки небольшое количество верхушки республиканской партии вместе с Трампом, еще идя на выборы, как бы, планировали освободить доллар от статуса мировой резервной валюты. Они поставили такую цель ради националитии... Демократы? Не демократы, используются. Я так сказал, что это визуальночистое. А зачем? Ради блага Америки. Нет. А зачем в Бреттон Вуд вернуться? Можно, я так сказать, Потому что цель их это остановить нарастание огромной вот этой лавины госдолга, невозможно это остановить, если не лишить доллара вот этого бы имени сейчас, а не блага. Я слышал про Амера. что-нибудь про Амера. Это вот они собираются интернативно. Это фейк. Не будет. Нет, они хотят сделать доллар фунтом. Много конспирологов. Они хотят сделать доллар нормальным британским фунтом, только американским. сейчас доллар как раз находится на максимальных значениях в резервах Центробанков. Уже нет. Уже снижается. Немножко снижается. Они провоцируют Европу на отказ от долларов расчетов. Санкции против Рана вели, не против Рана. И не чтобы поднять время на месяц цены на нефть, это глупость. И не потому, что нефтяное лобби за этим стоит, трамповские друзья тоже. А потому, этого долго не хватило. А потому, что цель спровоцировать мир рассчитываться по-другому. То есть, это очень хитрый на самом деле мужик. Он и как бизнесмен очень хитрый мужик. Я слышал, именно от американцев доходит такая история. Петр, это же политика будро-весена, когда он не хотел ввезутся во первый браван. И тогда они будут финансировать тебя за счет производства. Он надеется, у них не получится, скорее всего. Но он надеется на это. Если он успеет, скажем, что-то предпринять. Сейчас они потеряют два ближайших года, они за два года пока ничего вообще фактически предпринять не смогут. И каждым годом шанс на то, что это получится. Потому что патовая ситуация в Конгрессе, они ничего не смогут провести. Но они могут через торговые соглашения. Это прерогатива исполнительной власти. Трамп может заключать торговые соглашения, и он будет стараться отжимать вот эти куски в пользу Америки, просто понимая, что те подпитки, которые шли за счет статуса резервной валюты, в его планы входят уйти от этих подпиток. Он хочет от них отказаться. Только не может нигде разумеяться. мне вот чем цена и посредине. За что купил, за то и подают. Мне понравилось то, что сказал наш министр иностранных дел Лавров, сказал, что проблема с долларом, то, что вы всегда показывали своим положительным примером, и вы вели за собой положительным примером, а сейчас вы фактически начали наказывать тех, кто с вами не согласен. И мы люди, которые прожили 70 лет под Советским Союзом и знаем, что такое наказание всесильной руки, руководящей, направляющей, прекрасно знаем, что это ни к чему хорошему не приводит. Но у них этого никогда не было. Поэтому это первый эксперимент в истории Америки, когда они хотят пойти по стопам Советского Союза. Не строя социализм. Здесь надо понимать, о чем я говорю. Никакого социализма. Но при помощи директивных вещей построить мир по своему усмотрению, скорее всего эта идея обречена. Она изначально обречена по определению. Действительно дороже. Я понимаю. Мне это напоминает выборы Равина-Бердичева. Интересно, надо послушать. Там собралась Ливийская община, умер старый Равин, и вот собираются все. Давайте выберем Ицех, он самый умный. Нет, вы знаете, он еще молодой, ветреный. Давайте выберем Шмолик, он положительный. Нет, он недостаточно зрелый. А вот давайте выберем Изю Рабиновича. Да, он уже взрослый, серьезный, он все знает. Алмудси, да, 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 Изя Рабинович, ура, да, он будет нашим главным Равином. Встает один и говорит, слушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но вы в курсе, что сестра у Изя Рабиновича, знаете, где работает, да, вот у нас на вокзале подрабатывает девушка, низко-социальная ответственность, да. Встает старый почтенный Изя, говорит, слушайте, ребята, я извиняюсь, но у меня сестры-то нету. не знаю, я сказал, вы думаете. Мне это напоминает старый Мы даже уже поняли. Да, мы даже уже поняли. Давайте не будем строить вот такие конспирологические теории. Могу объяснить, почему. Трамп делает очень многие вещи в угоду своим избирателям, все проще. Нет никакой конспирологии. Второй момент. Америка сегодня жизненно заинтересована своим самым главным мощным оружием. это крепком американском долларе. Спасительной гавани. Потому что пока американская экономика построена по принципу мы берем все со всего мира и расплачиваемся вот этой бумагой. Нравится нам это или не нравится, а мы все с энтузиазмом бумагу хаваем, свои резервы кладем и очень довольны этим, поскольку и инструменты хорошие, все здорово. И эта модель к сожалению или к счастью, неважно уже как надолго, потому что сегодня все работает по принципу. Если вы мне должны миллиард рублей, то это моя проблема. Поскольку китайцам Америка должна триллионы долларов, то это уже проблема Китая. И Китай как бы не ругался с Америкой, будет задувать с нее пылинки. Так же как весь остальной мир. Американцы сделали весь мир заложником своего доллара. А те, кто это не понимает, есть на нужном месте пятый флот, шестой флот, которые разумительно все во всем объяснены. Неважно, они доберутся до сюда и объяснят с товарищем, что они усомнился в том, что надо рассчитываться в долларах. Сам знаю, куда он еще продал. Каддафи туда же пошел. Господа. Но когда президент США начинает сам сниматься, это все. Путин пошел. И пока говорят, что он сильный парень. Владимир Владимирович Штрогович, не будем, нас дал. Почувствуй разницу. Почувствуй разницу между наличием кнопки и отсутствием. Мы шутим, но это так. Господа, я хочу сказать У Муамара Каддафи не было кнопки, в основном его трагедия. Ну, трагедия, комедия. Жалко мужика. Жалко, да. Так вот, он хотел построить реально богатую Ливию и между прочим массу вещей позитивно сделать. Он был фильтром на пути беженцев в Европу. Да. Другой европейский город съездить, они должны были ему памятники ставить. На новогодние праздники. Посмотрите, во что превратился в Илланд, во что Париж превратился. И так далее. Вы должны ему ставить памятник. Но идиоты. Отдельная тема. Так вот, господа, в свое время произошло некое событие, там обратились к Владимиру Владимировичу опять же, с неким воззванием некие ребята, когда сказали, что вот посмотрите, какое безобразие. Что он там Путин сказал? Да дураки. Помните? Я знаю, с чем это было связано, знаю эту историю. Так вот, ребята, проблема в том, что не надо искать сегодня каких-то заговоров. Весь мир гораздо глупее, примитивнее. Согласен. И гораздо, вот знаете, живет по совершенно другим законам. Вот я наобещал, я там президент, да, я наобещал людям чего-то. Я иду, говорю, сделать. И мне такая, пацан сказал, пацан ответил. Вот в этом надо искать. Потом есть лобби. У Америки мощные лобби. В Америке очень мощная внутренняя политическая борьба. И часто для Трампа важнее и приоритет номер ноль, а не номер два, это решить свои внутренние политические проблемы. Демократы, республиканцы, эти, лоббисты, то-сюда, чем вот какая-то, я не знаю, какой-то Гондурас, какой-то Гондурас или какая-то Россия. Довольно веселивная ситуация, когда там Трамп что-то сказал, а наша мидия усиленно пытается в этом найти намек. Хорошо он относится к России или плохо? Да никак он в данном эпизоде не относится к России. Ну, я скажу, кстати, вот технический анализ, либо Трамп, либо его советники учат хорошо, потому что все заявления про то, что доллар дороговат или ФРС нехорошие люди, да, но эти заявления всегда идут либо только в тот момент, когда у доллара есть хоть маленький шанс сегодня упасть. Вот сколько раз видел, ни разу отрицательства доллара Трампу гораздо более важно, что скажет его жена утром, чем это сам, поверьте, как нормальный мужик его больше волнует это или, так сказать, округлая форма его среда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова